Там я нафигачил кучу ошибок, то есть меня сложно найти, вот эти мелкие телефоны, мелкие тексты. То есть делайте сразу, вот, чтобы можно было телефоном нажать, отсканировать, ты попал либо на сайт, либо на ваши какие-то контактные данные. Почему? Потому что людям лень искать и лень набирать. То есть половина флайеров просто выкинула. Поэтому вот с кем-то знакомишься быстро, раз-раз-раз, хоп, он сразу тебя видит, отметил, обменялись, поехали. Народ интересуется, народу интересно, очень важно, смотрите, быть выделяющимся. Если вы идете с какой-то палкой, что-то снимаете, что-то делаете, и, ну, например, не вчера, позавчера, в Казани, две девчонки, вижу правым глазом, две девчонки фотографируются, и мы втроем идем. Мы так пофоткались, так, я думаю, ага, надо. Подходим ближе к ним, встали втроем, я говорю, девочки, можно вас попросить нас сфотографировать? Они, да что, не, нельзя, никого нет, вот они вдвоем, и мы втроем. Они нас пофоткали, мы стали отходить, и вот эффект обратного снаряда, помните, да? Я им разворачиваюсь, а вас-то, может быть, тоже сфотографировать? Они, ну, конечно. Я подошел, начал их фотографировать, себя с ними, разговаривались, обменялись телефонами. И Света, нет, Оля, одну девочку звали, она уже вот в моем вот этом чате путешествует. Уже следит, вижу, там появляется, поэтому вот такие моменты знакомства легкого на улице очень хорошо работают. Очень хорошо работают, когда люди спрашивают, а вы блогер? Говорите, да, я блогер. Я блогер, я снимаю свой блог. Если интересно, вот, здесь все мои данные, но данные должны быть, как я сказал, быстрые. Вот, можете меня найти. Да, что-то попроще и быстрое, чтобы быстро найти. Очень хорошо работает, когда снимаешь какое-нибудь кафе, там еще что-то, и говоришь, там, владельцу кафе или официантке, я про ваше кафе снял, и это появится у меня на канале. И даешь визитку, они сразу, о, круто, я хочу посмотреть этот канал. Потому что все люди, вот, в маленьких городах, особенно, я их называю, города Н, у меня такое новое название, все города, города Н, то есть, они все хотят двигаться куда-то, то есть, либо приехать в Екатеринбург из маленького города, либо в Питер, в Москву. То есть, у всех есть желание, есть желание вырваться из кафе, где вот так окно, и идти некуда. На соседней улице везде идут пляски, гулянки, она сидит в этом кафе, смотрит на это окно и не знает, как ей отсюда. И мы приехали, как раз вот было два дня назад, в Казани, вижу такую девушку, сидит, скучает, выдает это кофе. Грустная, мы заказали кофе. Захожу в туалет, а там классные надписи на туалете, разные. Я их пофоткал, выхожу, и у меня такая мысль. В общественном французском туалете есть надписи на русском языке, я говорю это вслух. Она на меня смотрит, я говорю, да, Владимир Семенович Высоцкий. Она, да, я помню эту песню. Все, разговор завязался. И я ей говорю, а вы хотите в Париж или там, хотя бы куда-то подальше перейти? Конечно хочу, конечно хочу. Я говорю, вот, визиточка, посмотрите, вот здесь я снимаю блог, кто чуть-чуть рассказал. Все, я буду смотреть, буду наблюдать. То есть, человека зацепили. Нам же важно во всех наших вот этих моментах закинуть крючочек. Вот микроролики мини, то есть 10-15 секунд, это ваши крючки, которые вы забрасываете. А дальше есть либо наживка, либо подкормка. Это уже более длинные, на 15-30 секунд, где вы уже чуть-чуть раскрываете тему. Но самый важный момент, никогда не рассказывайте все до конца. Должна быть интрига во всех роликах, должна быть интрига, чтобы человек заинтересовался, что же дальше. И получается, воронка, мини-ролик, чуть побольше ролик. И дальше у нас идут либо вебинары, либо более длинные на минуту ролик. Продай за 60 секунд, тоже можно все-все-все уже рассказать почти. И опять оставить какой-то момент недосказанности. И тогда это начинает цеплять людей, люди цепляются, интересуются. А мы же все люди, которые, когда нам чего-то недоговаривают, мы хотим это узнать. А если пытаются впихнуть, мы хотим оттолкнуть. Понимаете, то есть мы закрываемся. И важная задача, вот наша, как людей, которые несут ИРСАК, правильно его подавать. Потому что когда вот идет, чтобы никого не обидеть-то, как же сказать-то. Когда идет завал, вот ИРСАК, 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 ИРСАК у человека. Например, вот заходишь на канал, и там все про ИРСАК, и думаешь, это человек или ИРСАК. Понимаете? То есть у людей сразу все, это какая-то секта, это что-то неправильное, это еще, ну, в общем, тяжело воспринимают это люди. А когда вы придумали какую-то тему, любую, абсолютно любую. Вот у меня путешествие, я очень люблю путешествовать. У меня предыдущие две компании были по путешествиям. И здесь я хочу ИРСАК все равно перевести в путешествие. Что мне ИРСАК дает возможность зарабатывать денег столько, чтобы я мог поехать куда угодно, взять с собой куда угодно, кого угодно и путешествовать. И вот друг мне на самом деле помог тем, что он мне дал вот этот пендаль, что я проехал много городов. Это все сейчас отснял уже с ИРСАКом. Понимаете? Потому что у меня есть много материалов, где я снимал Мэк Энвишес Ривилл или Лин Крузерс. Я везде там об этом говорю. Понимаете? И это дальние съемки там 5 лет назад, 6 лет назад. Понимаете? И это видно людям, что... А когда идет обман, и ты говоришь, я здесь был, но я был же не с другой компанией. Понимаете? Поэтому нужно вот это все показывать и важный момент не врать. Вранье видят сразу. Видят сразу, посчитывают на подсознательном уровне. И поэтому, когда вы открыты, когда вы веселы, когда вы расположены к людям, они начинают быть расположены к вам. И легко знакомиться. Потом очень классный лайфхак. Вот такие вот штучки. Тоже. Многие молодые девушки, парни обращали внимание. А что это у вас такое? Я говорю, это талисман. Вот он сейчас со мной путешествует по России и Казахстану. Потом я его подарю. И может быть человек его дальше будет использовать так же, как талисман, и он пойдет дальше. Я придумаю новый талисман и снова поеду. И вот так, как бы запуская людей, вот через какие-то безделушки. Вот тоже перед тем, как уехать, я знал, что я поеду. Ну, во-первых, я с Юрой Попковым поменялся. У меня была, помните, синяя кепка такая, шляпа. Ему она очень понравилась. Я говорю, все, меняю на вот такую, потому что у меня такой нет. Я надеялся, что мне в Екатеринбурге подарят. Ну, не подарили. Я поменялся с Попком. Это камень в ваших городах. Вот. И уезжая из Питера, случайно, абсолютно, вот за день до отъезда, зашел в военторг и обалдел. Увидел вот эту кепку и тут же вспомнил, что у меня есть девушка, которая занимается вышивкой. И можно сделать просто обалденные кепки для эрсака. Ну, представьте, вот все это самое. И главное, с надписями, кто есть кто, ху из ху. И дарить очень, мне кажется, цивильно. И когда у вас вот это все меняется, в длинном путешествии, очень сложно поменять весь наряд. Набирайте море разных разноцветных футболок. И чтобы это не только был эрсак. Понимаете? И тогда вы становитесь разнообразными, интересными, разными. И за вами начинают наблюдать. Самое важное, что за вами начинают наблюдать. И потихоньку вы входите к человеку в доверие. Это есть утепление в нашей работе. И вам уже, когда ему все-таки хочется задать вам вопрос. А как? А как ты это делаешь? Как это происходит? Почему? В наше время очень сложно быть вот везде. Понимаете? И быть... Ну вот представьте, серая-серая стена и маленькая красная точечка. Маленькая красная точечка. Вы что заметите? Эту маленькую красную точечку. Если вы все будете потихоньку становиться этими маленькими красными точечками, то вас начнут замечать. Не важно, мужчина вы, женщина, сколько вам лет. Это абсолютно не важно. Слушай, у меня возникла мысль. Вот эти кепки можно разных цветов сделать? Можно разных цветов. Конечно. Это же заготовка.